АЛТАЙСКИЕ СПАСАТЕЛИ Сезон пожаров стартовал. Возгорания, когда речь идет о весеннем пале, оборачиваются гектарами ущерба. На подобных рейдах спасатели напоминают жителям о правилах проведения сезонных работ. Да вот вышел утром, надо подбирать мусор. Подбирать жечь нельзя. Да нет, у меня там, я складирую, перегнию. Обычно риск не осознают. Так пенсионер из Калманского района сжигал траву на своем участке, а в итоге спалил 2000 квадратных метров поля. С начала года в пожарах на территории края погибло 70 человек, еще 40 получили травмы. По данным МЧС, основная доля возгораний происходила именно в жилом секторе. О том, что огонь опасен, в памятках напоминают особые категории населения. Люди, употребляющие спиртные напитки, ведущие социальный образ жизни, неработающие, которые могут курить в постели. Но когда полная уверенность в том, что люди не станут баловаться огнем, нет, остается полагаться на высшую справедливость. Где не слышат спасатели, надеются в МЧС, услышат слова Божьи. Как говорит священник, те самые социальные личности и в церковь ходят. Сегодня в храме села Санниково провели молебен о противопожарной безопасности. Читать его будут дважды в месяц. Для профилактики. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. В данном случае не ради профилактики, а чтобы избежать незаконных построек. Приближается садово-огородный сезон. Это значит, активность на участках возрастет. Садоводы будут не только высаживать растения, но и возобновят или начнут строительство, к примеру, дачных домиков. Согласно новому закону, который вступил в силу 1 марта, чтобы начать строительство на участке, речь идет о капитальных постройках с полноценным фундаментом, требуется получить разрешение от муниципальных властей. Стройку необходимо вести согласно строительным нормативам. Раньше такого требования не было. Захотел и построил. Выкопал яму, залил фундамент, построил. Соблюдены нормы, крыша упадет или не упадет. Это второй фактор. А потом уже будет поздно. Вложенные деньги, потраченные силы, материалы могут привести к очень печальным событиям. А именно такую самовольную постройку никто никогда не зарегистрирует. Мало того, если нормы строительства признают нарушенными, дачный домик могут просто снести, уведомить муниципалитет согласно новому закону, необходимое в случае, если вы планируете провести реконструкцию домика или завершили стройку. А жители села Огни и Усть-Калманского района обеспокоены не новым строительством, а разрухой, в которой оказалось местное сельскохозяйственное предприятие. Люди сообщили нашей редакции, что базы, градообразующие для деревни компании, распродают под угрозой дальнейшее существование всего села. Жители села Огни и Усть-Калманского района обеспокоены положением местного сельскохозяйственного предприятия. Люди сообщили нашей редакции, что базы, градообразующие для деревни компании, распродают, а в очереди на сбыт мехток. Жители, пожелавшие остаться неизвестными, рассказали, упадок совхоза начался не вчера, а несколько лет назад, с приходом нынешнего руководителя. Люди сообщили, что постепенно два десятка тысяч гектаров в поле СПК директор сократила до четырех тысяч. В итоге убытки понесли и рабочие предприятия, и пайщики поселения. В том году у нас отказалось от двух тысяч гектаров паевой земли. Она выбросила на улицу порядка ста человек пайщиков. То есть она перестала у них брать землю в аренду, и, естественно, она ничего не стала платить. Люди начали от этой земли интенсивно отказываться. Убытки сельскому совету порядка около 600 тысяч понес убытков. По словам жителей, не лучше положение и в животноводческом секторе фермы. От огромного стада осталось 60 коров, а две бывшие базы для скота директор продала пару недель назад. Объекты купили местные и уже разобрали их. Люди возмущены, что руководитель ничего не делает для того, чтобы совхоз развивался. В местном комитете по сельскому хозяйству анонимные жалобы жители назвали «завистливыми». Положение Кневского СПК стабильным. Продажу ферм объяснили отсутствием скота. А это, по словам руководителя совхоза Татьяны Агафоновой, случилось потому, что работать в СПК некому. Дояркие скотники, те, которые были раньше, они ушли на пенсию. И за скотом стало некому ходить. Вынуждены были сдать скот, потому что уже было некому доить. Между тем, в поселке на тысячу человек СПК единственное градообразующее предприятие. Если 10 лет назад в нем работало больше сотни рабочих, сейчас 30. И люди уже ездят на работу в соседние села. Анастасия Дороган. Наши новости. Далее немного полезной информации. Путевка в Диснейленд теперь не сказка, а реальность. До 5 августа каждый покупатель квартиры от инвестиционно-строительной компании «Союз» автоматически участвует в конкурсе на самую романтическую поездку для всей семьи. Счастливчики попадут в самую настоящую сказку – огромный Диснейленд. Они смогут прогуляться по замкам, прокатиться на каруселях, и все это в реальной жизни. Такую возможность одному из своих клиентов подарит Барнаульский застройщик «Союз». Испытать удачу может любой желающий, купив квартиру в развивающихся новых кварталах Барнаула. Первый из них – времена года. Перспективный микрорайон в границах улиц Сускова, Взлетный, Власихинский и проспекты энергетиков. 16 многоэтажных домов, почти все из них сданы. Рядом располагается и другой жилищный комплекс компании «Союз Адмирал». Здесь разместили пять высоток. Застройщик уверяет, это идеальный вариант сочетания цены и качества. Железобетонные конструкции, из которых возвели многоэтажные дома, обеспечивают высокую прочность и надежность с одной стороны, с другой – повышенную звукоизоляцию и низкие теплопотери. Стоимость квартир – от 1 миллиона 300 тысяч рублей. Побороться за путевку в Диснейленд могут клиенты, которые оформят покупку в жилищных комплексах с 1 марта до 5 августа этого года и зарегистрируют купон на специальном сайте. Со строительной компанией «Союз» каждый покупатель в шаге от поездки в парк мечты Диснейленд. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза – Банк Восточный. А Ольга из бухгалтерии каждый день в новом. Как она это делает? Кредит, что ли, взяла? Я тоже возьму. А такое платье увидела? Вот возьму и куплю. И сумку. Одобряешь? Одобряю. Одобряем кредит до миллиона рублей под 9,9% на ваши цели. Восточный банк. Одобряем ваши желания. На всей территории края плюсовые температуры и ясно теплее всего. В Белокурихе, Зминогорске и Рубцовске там до 15. На градус прохладнее в Алейске, в Заринске и Камнинаби плюс 12. В Барнауле ясно и до 12 выше 0. А я напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Очередной выпуск нашей программы вечером. До встречи.